В поселении Ботай в Североказахстанской области археологи обнаружили останки ребенка. По версии ученых, младенец жил около 6 тысяч лет назад. Археологический памятник, открытый в 1980 году, был включен в проект «Сакральная география Казахстана» по реализации программы «Рухани Жакару». Североказахстанская область – регион, где впервые была одомашнена лошадь. Об этом говорят и артефакты, обнаруженные в поселении Ботай. Ученые исследовали более сотни тысяч костей лошади. С того момента, когда была одомашнена лошадь, по сегодняшний день в технологии коневодства народного практически ничего не изменилось. Открытие исследования Ботайской культуры – заслуга археолога Виктора Зайборта. В городище были обнаружены десятки тысяч изделий из кости и камня, принадлежащих к эпохе и неолита. Ботайская культура знаменует начало новой эры, новой конно-транспортной коммуникации. А дело в том, с какой скоростью осуществлялась сама жизнь. Так вот, по сравнению с пешей эрой, конно-транспортная эра увеличила скорость восприятия информации на 25 километров. В этом году на месте поселения были обнаружены еще около двух тысяч артефактов. Археологи подняли останки младенцы, исследования которых, по их мнению, дадут отечественной истории еще больше фактов о жизни ботайцев. В раскопках участвовали и школьники. Косни младенца нашел мой брат, но я тоже была очень рада, потому что в прошлом году здесь тоже было погребение. Это мне очень нравится, и когда этот ботай не ходит, мы на раскоп, я очень по нему скучаю. Я привыкла уже к нему, и каждый год я буду сюда приходить. В дальнейшем я, может, поступлю на археолог. Исследования археологов показали, что жители поселения занимались коневодством, охотой и рыболовством. Причем древние ботайцы умели делать кумыс и применяли конскую сброю 6 тысяч лет назад. Улжан Сайдельдина, Бутагойс Базарбаева, Айдарбек Айтмухамбетула, Североказахстанская область, Хабар, 24.